Всем привет, ребята! Мудрые люди, как говорится. Хочу поговорить на одну тему, которая является заблуждением. Это о Николае Чудотворце, который творит великие чудеса. Вот, например, я наткнулся на видео, где тут написано «Исполнит любые желания Николай Чудотворец». Чё хочешь, попросишь, он тебе даст. Что тут дальше написано? «Забудь свои страхи. Напиши свои желания и слушай молитву». И здесь пошли желания. Ну, а читал и молитвы, и просьбы. В чём заблуждение? Заблуждение в том, что посредник только Иисус Христос. Иисус Христос — это посредник, он сын, который он сам говорил, Иисус Христос, что он есть дверь. Только через него можно прийти к Богу и что-то просить. А тут, оказывается, Николай — чудотворец. Я тоже, например, Николай. И могу тоже чудить что-нибудь, выдавать, одеться в такую одежду и сказать, что я святой. Любой человек на земле, он был грешен. только Иисус Христос на этой земле не согрешил. А все остальные чудотворцы Николай, апостолы, апостол Пётр и все остальные, даже Моисей, Моисей, который был, который убил человека. Павел, вроде же Павел, тоже убил, а убивал верующих. А здесь исполнить любые желания Николай — чудотворец. Два миллиона людей в это всё верят. Не обращаться к Иисусу Христу, Господу, Который есть источник всех наших решений, всех наших проблем. Но все, конечно, не решатся. Самое главное в вере — это прийти в Царство Божье. Это самое главное. Даже в Библии написано «Лучше тебе быть хромым и войти в Царство Божие, нежели здоровым гиену огненную». Так, давайте послушаем. Меня просто заинтересовало это. Николай — чудотворец исполнит любую просьбу. Забудь свои страхи, напиши свои желания и послушай молитву всего три раза. В чем тут прикол и подвох? Она здесь говорит «Послушай молитву всего три раза». Это, короче, чтобы набрать просмотры и написать свои молитвы. Не просто там «Напиши свою молитву и Господь ее увидит в Ютубе». Ты должен написать под видео, именно под видео, свою молитву. Это чисто развод людей, чтобы этот ролик набрал обороты. Напиши свою молитву и прослушай, эту молитву три раза. Богу не нужно писать что-то в соцсетях, чтобы Он тебя услышал. Прежде всего, Господу нужно твое сердце, твое обращение к Нему, а не в Ютубе написать свою просьбу. Лучше сказать напрямую, чем через соцсети, если говорить Богу. И тут, в чем развод, три раза прослушать, что Он там поет или говорит. А чтобы тебя Господь услышал, нужно покаяться прежде всего, потому что Господь гречников не слышит. Изменить свое состояние жизни. Например, ты ненавидел кого-то, прости и обратись к Господу. и Он с искренними поступает искренне. А кто не искренен, кто лукавит, Он поступает по лукавству их. Так что, прежде всего, чем обращаться к Господу, нужно очистить сердце и свои дела. И тогда нужно обращаться к Господу. Не надо писать в соцсетях обращение к Господу. Ты обращайся напрямую в сердце своем. Слушаем дальше. Это старый проверенный способ. Попробуй, не ленись, результат тебя удивит. Кто-то дальше подстёбывает человек, типа верующий священник. Это проверенный способ. Это типа работает. Не ленись, давай, смотри, и всё у тебя получится. Мне, короче, стыдно за таких людей, которые разводят людей, которые в отчаянии истину не говорят. Выложили этот портрет, не указывают на Иисуса Христа, а акцент на Николая, чудотворцы, который всё сделает. Главное, просмотреть эти видео три раза и написать комментарий. И три раза посмотреть, прослушать. И всё тебе будет. А главное, жди. А про Господа, самое главное, мы забываем про Господа, который мы должны к Нему обращаться, взывать к Нему. И что Библия нам говорит? Библия говорит, измениться, покаяться и обратиться к Господу. И тогда Господь видит наше сердце и намерение и меняет нашу жизнь. Произойдёт чудо. Слина, если похваляющим прибыл. И произойдёт чудо. Ещё есть такая вещь, если в нашей жизни что-то не меняется, это не обозначает, что нас Господь не слышит. Просто если есть на это Божья воля, прежде всего. И наш образ жизни на это влияет, на наше качество жизни, как мы будем жить, где мы будем жить. Вот так вот, такой месседж. И хочу зачитать вам исход 20-я глава, чтобы другие люди не были в заблуждении. Положение чудеса. Итак, исход 20-я глава. Читаем с первого стиха. «Изрёк Бог всё слово сия, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вот здесь самое главное, да не будет у тебя других богов. Николая чудотворцев, икон, изображений перед лицом моим, потому что Господь, мы всегда перед его лицом. Он нас видит и днём, и ночью. И видит наше сердце, о чём мы думаем. А мы здесь находим как бы другой источник, кумир, целитель, заменили Бога на каких-то чудотворцев. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе верху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Ни кумира, ни изображения, ни вверху, ни на земле, ни внизу, ни в воде. Никакого очертания не делай. А люди себе нарисовали и думают, что это святыня какая-то, чудотворение, варенье. И дальше написано «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревенитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Он Бог-ревенитель. Он не будет это терпеть, что люди заменили кого-то замес него и поклоняются не творцу, о творении». Вот так вот такой месседж. Мудрые люди меня поймут. Так что пишите комментарии, я на них отвечу. Какие будут вопросы, хотел это видео сделать, потому что два миллиона людей там практически зашли в заблуждение, которые не знают истины и думают, Николай Читотворец всё порешает. С Богом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!